здравствуйте уважаемые телезрители в эфире очередной выпуск программы ввп 2 владимира я и еще один я вот владимир все-таки помнишь мы с тобой по моему прошлую передачу начали с того что главные события это информационные не было не стоялась не в заречном я не согласен с собой что это главное событие ну ладно но в этот раз тоже очень важное событие которое касается впрямую заречного состоялась не в заречном это какое это событие которое связано с совещанием министра регионального развития российской федерации с руководством русатома и главами закрытых городов русатома который состоялась в снежинске ну пожалуй событие действительно было в информационной неделе главным но не определяющим для нашего города нет давай нашим телезрителям предложим посмотреть как это было а потом прокомментируем хорошо снежинск это первое закрытое административно-территориальное образование который посетил министр солюняев в центре научного и делового сотрудничества всероссийского научно-исследовательского института технической физики он провел совещание с главами зато разбросанные по всей стране атомные города объединены общими проблемами в снежинске как отметил директор ядерного института они сконцентрированы в полной мере впрочем как и в любом так называемом моногороде но зато это еще и особый статус и связанные с ним ограничения в обсуждении проблем зато приняли участие главы десяти закрытых городов госкорпорации русатом в том числе и мэр заречного вячеслав глотков на совещании с министром регионального развития были озвучены самые острые вопросы развития таких муниципальных образований как снежинск заречный трехгорный саров но говорить о каких-то конкретных выводах мин региона пока рано полезный обмен мнениями если говорить о решениях которые мы сегодня приняли то в большей степени это попытка осознать нормативно правовую базу в рамках которых функционирует зато понять экономические инструменты механизмы которые есть в наших распоряжениях и выйти на системное взаимодействие поскольку работа с муниципальными образованиями с особым статусом это полномочия мин региона россии по итогам совещания министр игорь слюняев принял решение о необходимости продолжить консультационные встречи по вопросам развития зато ближайшая должна состояться в 20 числах апреля на ней планируется подробно обсудить бюджетные полномочия и действующее законодательство о городах с особым статусом в дальнейшем же по словам министра регионального развития расширенные совещания глав зато должны стать традицией следующая подобная рабочая встреча руководителей закрытых территорий состоится в конце мая вот на мой взгляд в чем важность этого события вот однозначно сказано городам росатома надо помогать почему почему города они эффективные креативные инициативные как хочешь их назови хорошо с этим я соглашусь но все-таки я считаю что на этой неделе главными темами были темы благоустройства города после схода снега и школьные темы вот ну вот тактическом да 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 вот о них и предлагаю поговорить во второй половине поговорим по поводу благоустройства с гостем а в первой половине давай по школьным темам не сходит не сходит с повестки тема первоклассников и между прочим она не сходит потому что родители именно родители первоклассников они никак не поймут почему вот их ребенок должен идти Не в эту школу, если там все занято А в какую-то другую Вот в чем вопрос Не мы же эту тему придумываем Правильно? Мы ее придумали, да Но тут понимать-то нечего Есть закон, который определил Что ребенок должен идти в школу по месту прописки Но, к сожалению, город Заречный Не может обеспечить для каждого ребенка Вот такое исполнение закона И поэтому кому-то придется пойти в другую Мы не так давно разговаривали С начальником департамента образования Елена Никен И она совершенно обоснована, на мой взгляд Сказала, что в начальной школе У нас нет никакой разницы В какую школу идти В каждой школе начальное звено прекрасное Ну, согласись Если ты Ну, будут тебя внуки Пойдут они в первый класс Тебе везти их в школу рядом Или через весь город Я считаю, что в нашем случае В случае Заречного понятия весь город Весьма и весьма усвоен Давай посмотрим сюжет В новом учебном году Вместо запланированных 17 В Заречном придется открыть 18 первых классов Необходимость в дополнительном Стала очевидна уже на первом этапе приема документов Когда их подали те, кто идет в школу По территориальному признаку Первые классы уже сейчас переполнены В трех общеобразовательных учреждениях Номер 221, 226 и 225 В последнем и будет организован дополнительный класс 1 сентября 225 школа примет 110 выпускников детских садов Первоклассник разместят в отдельном корпусе Все первоклассники, которые обучаются в этом году в этом корпусе Перейдут для продолжения обучения в основной корпус И этот корпус будет освобожден под будущие первые классы Сейчас здесь у нас занимается второй класс Все эти классы мы переведем в основной корпус Все готово, сделан ремонт во всех помещениях Вставлены пластиковые окна Созданы комфортные условия во всех учебных кабинетах Однако в дополнительном первом классе пока нет учителя В школе заверяют, что подберут опытного, грамотного и внимательного педагога В том, что дополнительный класс наполнится, тоже никто не сомневается Планируется, что помимо тех, кто уже подал заявление В 225 пойдет учиться часть желающих получить образование в 221 и 226 школах Предоставить документы, необходимые для зачисления ребенка Родители смогут после того, как будет объявлен набор на свободные места Первоначально была обозначена дата 1 августа Но вполне возможно, что прием заявлений начнется раньше О чем родители обязательно оповестят С местом учебы уже определились 92% от предполагаемого количества первоклассников Как только мы понимаем, что у нас набор остановился И больше родители по территории не идут Мы принимаем коллегиальное решение Выходит приказ департамента образования О том, что срок с 1 августа по открытому набору перенесен на более раннее время Мы считаем это оправданным Потому как, во-первых, родителям нужно определиться с местом обучения Ребенка встретиться с учителем Определиться со школьной формой В настоящее время больше всего свободных мест в гимназии 216 дидакт Юных зареченцев готовы принять и в школах 218, 220, 222 и теперь в 225 В департаменте образования заверили, что мест для будущих первоклассников достаточно Ну а если вдруг желающих поступить в школы в этом году окажется еще больше То откроют еще один дополнительный класс Газета Заречи также обратилась к этой теме Я просто хочу напомнить несколько цифр для уважаемых телезрителей Перечислю школы, в которые они могут еще отвезти своих детей Например, есть свободные места в школе 216 дидакт В школе 218, в школе 220 Пожалуйста, уважаемые заречницы, определяйтесь с первоклассниками И добро пожаловать в вышепоименованные школы Ну то есть в любом случае каждый первоклассник будет учиться Безусловно Но может быть не в 10 метрах от дома, а в 110 И будет учиться в новой школьной форме Ты как к этому относишься? Ну, честно говоря, я не знаю Я не знаю, потому что у нас был какой-то такой период Мы пошли в школу, естественно, в какой-то форме Я помню серые костюмы И практически до 8 класса учились в форме однозначно Ну, вот когда мы учились, а я учился в школе в закрытых городах В закрытом городе Капустин-Яре Для мальчиков не было конкретной формы Нужен был просто костюм темного цвета Хорошо, как ты относишься вообще к этой идее ввести в школу? В принципе, я отношусь очень хорошо Ты за? Я за, потому что мои дети, мои дочери Учились в начальных классах Они учились в форме Не было никаких проблем Что одеть? Как одеть? Что купить? Мы провели опрос Давай послушаем мнение горожан на эту тему Я как учитель выступаю за введение обязательной школьной формы Потому что в этом есть больше только плюсов Мне нравится ходить в школьной форме Потому что удобно, хватает на целый год Она настраивает на учебный лад И не отвлекаешься на уроках Наш класс по форме выделяется от других Потому что мы кадеты И у нас форма Что в форме, что без формы Мне кажется, с одной стороны, хорошо Потому что дети не выделяются Дети на это внимание не обращают внимания И они ровно к этому относятся А что, каждый раз В один сколько попал Все оляпистые То красный, то зеленый А это же одно, один цвет Ну вот все-таки, Владимир Я, как родитель, считаю, что наличие школьной формы Пусть она кому-то нравится, кому-то не нравится Это меньшее из бед А отсутствие школьной формы Это большая проблема И для родителей, и для учеников Хорошо Следующая тема тоже связана с образованием Это весть о том, что в Зареченском технологическом институте Не будет бюджетных мест для студентов Поступивших в институт после девятого класса Ну, это вообще странно Проблема решена практически Эти места будут Давай посмотрим, как это было сделано Я б в рабочий пошел Пусть меня научат И научат Вот только бесплатно ли Зареченскому технологическому институту Предложили в пять раз сократить количество бюджетных мест Нас пригласили в академию Сообщили, что бюджетные места Скорее всего, на среднем профессиональном образовании Вообще ликвидируются То есть, скорее всего, нам оставят их только На ту специальность, которой нет вообще в нашем регионе Зареченский техникум, позднее ставший колледжем А теперь технологическим институтом Создавался как основной поставщик кадров Для градообразующего предприятия Сотрудничество с заводом длится уже более 40 лет Рабочие с профессионально-техническим образованием Нужны по-прежнему Те технические специальности, которые востребованы На нашем предприятии Они все бюджетные места И если будет стоить образование и обучение На какой-то технической специальности Больше 30 тысяч Я думаю, что это положительного эффекта не принесет Конечно же, и так ребята не сильно охотно идут На технические специальности Поскольку учиться все равно тяжелее Были опасения, что введение платного обучения Может окончательно лишить привлекательности Рабочей профессии Мое личное мнение Это, допустим, если Как сказать Обучение станет лучше То, в принципе, можно за это деньги платить А если нет? Ну, если нет, то смысл тогда за это платить Для города это будет влиять отрицательно Потому что у нас в городе Завод, он весь По техническим специальностям Если сократятся технические специальности В ЗТИ Тогда мало кто пойдет работать на завод И мало будет специалист Эта точка зрения была озвучена в Москве Решение должны принять в Департаменте государственной политики В сфере высшего образования Зареченцев поддержала и Госкорпорация Росатом Правда, пришлось отказаться от бесплатного начального профессионального образования В пользу среднего профессионального Ведь спрос на более квалифицированных специалистов в Заречном выше На сегодняшний день заявка от нас пошла на 146 бюджетных мест Нам, по крайней мере, было обещано, что это все будет удовлетворено Ну и рассчитываем, что нам этого будет достаточно на наших горожан Бюджетные места должны остаться на таких специальностях Как технологии машиностроения Радиоаппаратастроения Вычислительно машинные комплексы И техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта А специальность коммерция признали непрофильной Соответственно и экономическое образование С нового учебного года Можно будет получить лишь на коммерческой основе Я думаю, что вот по этому поводу надо просто сказать Что наши ученики, которые обучаются на бюджетных местах Они действительно выучатся на тех, на кого они должны выучиться Поэтому сокращать в Заречном число бюджетных мест Ну, действительно было По меньшей мере, неумно Неумно Слава Богу, что этот вопрос решен Голоп по Европам Дайджест Зареченские полицейские подвели итоги работы за первые три месяца 2013 года Уровень преступности в Заречном снизился на 16% по сравнению с первым кварталом прошлого года Но работы полицейским еще хватает Одной из первостепенных задач для полиции остается обеспечение принципа неотвратимости наказания Общая раскрываемость преступлений повысилась и составила 74,5% Остаток нераскрытых преступлений уменьшился на 17% Почти в два раза больше раскрытых преступлений из числа прошлых лет И 9 человек привлечено к уголовной ответственности за ранее совершенные противоправные деяния Завершился городской конкурс фото и журналистских работ Проводимый в рамках фестиваля детских и молодежных СМИ в Центре внимания Посвященные 55-летию Заречного Своё творчество представили более сотни участников и шесть редакций школьных газет Трёх школьников главный редактор газеты Заречья пригласил к сотрудничеству В конкурсе школьных газет третье место завоевало образовательное учреждение номер 222 Второе у школы 218 и первое место поделили издания 221 и 225 школ Вопросы организации движения, аварийность на дорогах Заречного, состояние дорожного покрытия и разметки Обсудили участники межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения На комиссии еще раз обсудили целесообразность установки запрещающих знаков на улице Ленина С одной стороны проезжую часть действительно нужно было освободить С другой стороны тут же обострилась другая проблема Где парковаться тем, кто подъезжает к магазинам и учреждениям на улице Ленина Заместитель мэра Александр Мухин уже дал поручение отделу архитектуры и градостроительства Подготовить предложение по организации парковок Глава администрации Вячеслав Гладков проинспектировал стройку Работа кипит на всех основных строительных площадках города Новый детский сад в 18 микрорайоне практически готов к приему детей Строителям осталось завершить благоустройство В ближайшее время на территории детского сада появятся цветники, кустарник, закончится благоустройство участков Все по плану и на объекте по соседству, в жилом доме На бассейне все несколько сложнее Предыдущий подрядчик, питерская компания БКК, сорвала все сроки Однако Вячеслав Гладков ставит и перед собой, и перед управлением капитального строительства задачу Сдать бассейн в декабре 2013 года Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется сдать к юбилею Заречного Под пристальное внимание главы администрации попали и прилегающие к фоку открытые площадки Строители устранили все повреждения покрытия Внести свой вклад в строительство храма Рождества Христова в Заречном стало еще проще По всему городу появляются новые жертвенные кружки Старые тоже никуда не денутся Просто теперь мест, где можно пожертвовать на храм, станет больше Прозрачные ящички, именно так выглядят кружки нового образца Установили в людных местах, в кафе, в едином расчетно-классовом центре Зареченские кадеты из 226-й школы завоевали Всероссийский кубок На десятых всероссийских сборах кадетских школ и корпусов Зареченцы состязались с более старшими соперниками и доказали, что воля к победе порой важнее опыта и возраста Командный дух не подвел, все трудности превратились лишь в яркие воспоминания, а в руках ребят заслуженный кубок На 18-м отраслевом конкурсе «Росатома. Подмосковная весна», прошедшем в Электростале, Зареченцы завоевали два первых и два вторых места Солистка вокальной студии «Премьера» Злата Золотарева заняла второе место Трюки наших циркачей тоже не остались без внимания Ребята представили четыре номера в разных номинациях И в каждой из них взяли второе место, обойдя сильных соперников из городов «Росатома» Участники заключительной игры зареченских КВНщиков порадовали зрителей искрометным юмором, остроумными шутками, оригинальными пародиями В итоге третье место у команды от 150 и выше Заводская команда КВН «Совершенно секретно» – второе место Команда Сала Калимов стала победителем Уровень и стиль этой команды оказались настолько высокими, что ребятам предложили стать сборной командой города Зареченские гимнастки успешно выступили в турнире городов России За победу на соревнованиях в Рязани боролись 132 спортсменки из 15 городов нашей страны Четыре воспитанницы Зареченской спортшколы «Союз» привезли домой три медали Все призеры из нашего города соревновались по программе кандидатов в мастера спорта Самый лучший результат у Юлии Веденяпиной – второе место Юлия Фатеева и Анна Земскова завоевали бронзовые награды В Сердобске завершился открытый областной турнир по настольному теннису За право называться лучшими сражались семь команд из Пензы – Сердобска, Заречного, Макшана и Петровска Саратовской области Зареченская команда под руководством Владимира Акимова стала серебряным призером соревнований Юные зареченские футболисты приняли участие в пятом юбилейном турнире памяти прославленного футболиста, заслуженного тренера России и чемпиона Европы Валентина Бубукина На соревнованиях в Дагомысе побывали 56 наших спортсменов в составе четырех команд «Союз», «Союз-99», «Союз-2001», «Союз-2003» и «Союз-Лером» А всего там было 140 команд из разных уголков России и ближнего зарубежья «Союз-2001» в своей подгруппе занял шестое место, «Союз-99» – пятое В Саратове прошло открытое первенство области по фигурному катанию В нем участвовали около ста спортсменок из шести городов по Волжье Среди них пять фигуристок из Заречного Подопечные Аллы Матвеевой и Людмила Ледновой, Ирина Зайцева и Настя Камратова завоевали две золотые медали Когда приходит весна, сходит снег, во дворах, как правило, произрастают «подснежники» в кавычках Подснежники – это бутылки, стеклянные, пластиковые, пакеты, еще не поймешь что В одних дворах их больше, в одних дворах их меньше, но тем не менее все это присутствует Поэтому гостем нашей программы во второй части будет человек, который отвечает за Отсутствие мусора За отсутствие мусора во дворах и вообще за благоустройство Марат Гаджилов, директор МП ЖСКХ Не переключайтесь, будет, я думаю, очень интересно Итак, сегодня у нас в гостях руководитель предприятия Причем такого предприятия и такой руководитель, что как бы он ни работал То в глазах жителей он все равно будет работать мало и плохо А должен работать... Не соглашусь, совершенно с тобой не соглашусь Ну, об этом чуть дальше, давай, продолжай Вот, поэтому... А вообще вы согласны с таким определением? Вот к ЖСКХ проблем и вопросов всегда много И создается впечатление, ну вот как бы ни работали, все равно работаем плохо Ну, отчасти согласен Но проблем-то больше не к ЖСКХ, а к ЖКХ То есть к жилищно-коммунальному хозяйству Нет одной беды Есть беда общая, да? Есть проблема общая То есть нам надо понимать, что ЖСКХ Оно действует в рамках существующего законодательства В рамках тех денег, которые собираются в населении И чудо совершить ежеминутно, ежемоментно невозможно Нет посоха, да? Абсолютно верно Посоха нет Чудес не бывает Можно планово, системно подходить к работе Можно пытаться что-то поменять Но разово очень тяжело Давайте от общего к частностям Вот посмотрим сюжет Как начиналась эта неделя, да? В каком состоянии был город? Давайте посмотрим Ненужные подснежники Их можно увидеть практически во всех дворах Уборка города – главная тема выездного утреннего совещания Которое провел глава администрации Заречного Вячеслав Гладков К сожалению, мы себя не очень любим Я сейчас говорю о городе, о горожанах И вся наша любовь, она вот сейчас проявилась Весь город покрыт тонким слоем, иногда и толстым слоем мусора Поэтому наша задача сейчас совместная Максимально быстро навести порядок Не радует состояние очень многих улиц и внутриквартальных территорий Вот с этой стороны, между домами, лучше вообще не подходить Почему? Вот идите, посмотрите Все завалено мусором Без участия жильцов навести порядок во всех дворах одномоментно Коммунальщики, конечно же, не смогут И посильная помощь горожан всегда приветствуется Небезразличным зареченцам, в свою очередь, и сотрудники ЖСКХ Охотнее идут на помощь Решают проблемы, с которыми самим жителям не справятся Они уже все вскопали Но такие ступени, как здесь, это же вообще Посмотрите, здесь четыре ступени Поэтому сейчас нужно хотя бы в течение месяца Опалубку привозить и ступень делать Но только единственное, нужно 500-ый цемент Во время объезда делегация побывала во многих дворах За работой дворников застали только в одном Около дома 22 по улице Заречной Не случайно здесь образцовое состояние внутриквартальной территории Мы идем вам сказать большое спасибо У вас, мне кажется, сейчас самый чистый двор Помогает вам директор ЖСКХ? Помогает Помогает? А чем? Всеми, всеми На самом деле, не успел еще снег растаять, у вас здесь чистота Идеальная, спасибо большое К сожалению, не везде жители стараются сохранить чистоту Убранную сотрудниками комбината благоустройства улицу строителей пришлось чистить повторно Горожане бросают мусор на тротуар и газоны Правда, в этом есть и недоработка коммунальщиков Урн на улицах до сих пор нет Хотя 800 малых контейнеров уже сейчас готовы занять свое место на тротуарах города Сделать все для того, чтобы Заречный в кратчайшие сроки стал чистым и красивым Задача не только руководства города и коммунальных служб, но и всех жителей Заречного Посоха нет, да, я начну Посоха нет волшебного, но зато метла волшебная есть Вот в понедельник город был, ну, на самом деле в неприглядном состоянии Но при этом нужно, конечно, учесть, что снег только что сошел Да, буквально в воскресенье еще снег был А в понедельник его уже не стало, поэтому все, что называется, на поверхности оказалось Сейчас город практически вычищен Как удалось это? Кто это сделал? Естественно, это сделали работники ЖСКХ и КБУ У меня не повернется язык сказать, что мы не работаем Что ЖСКХ, что КБУ Проблема в чем? Проблема в том, что не хватает дворников Да, это проблема Да, труд непрестижен Да, в свое время приходили люди, которых, скажем так, приманивали жильем Сейчас такой возможности, к сожалению, нет Есть несколько участков, в каждом ЖСКХ несколько дворов, за которыми дворник не закреплен То есть, работает по совместительству Сначала вычищает свой основной двор, потом идет в этот и чистит его Поэтому ежемоментно, ежесекундно убрать весь город не получится Но в сроки, данные нам Вячеславом Владимировичем, это полтора недели Я думаю, что мы уложились Володь, я опять тебя перебил Я сказал, что я с тобой категорически не согласен в том, что Что бы ни делали работники коммунальной сферы, всегда плохо Вот давай, мы провели опрос, и давай посмотрим, так ли это Неужели? Да Как вы оцениваете работу дворника в своем дворе? Прекрасно, все устраивает Все вовремя убирает Трудится, как говорится, не покладая рук Все выгребает, все вычищает Очень приятно Да у нас нормально, в общем-то Мы на светлой живем Хорошо На оценочку Три с половиной оцениваем Ну, как бы вот сейчас, наверное, момент чисто, убираются, мусор, листва А вот зимой бы оставлял желать лучшего Да нормально Да ну да, тяжелая работа Вот, так что нужно дворник больше платить Да ну не все устраивает А что не устраивает? Ну, наверное, ну, плохо убирают Подметают плохо Мусор постоянно во дворе На пятерку Не устраивает то, что гадят вот автомобилисты Дворников нормально, а остальных коммунальных нужно Отвратительно Подметают вовремя, а дорог у нас нет Ну, трудятся, стараются Что сейчас, сколько мусора-то У нас нормальный, хороший двор Жители все такие прекрасные Вон газончики даже свои обрабатывают Ну, как бы посильную помощь оказывают Ну и все, никаких жалоб То есть жители должны вместе с дворниками Как-то им помогать, да? Чтобы побыстрее в окон строить или нет? Ну, я считаю, что да Вот раньше были субботники Это было прекрасно Выходили жильцы под своими окнами, убирали Вот, а сейчас этого нет Сейчас вот один дворник И субботников, как таковых, нет Вот видишь Ну, это говорят спасибо дворникам, когда они работают Когда они есть, безусловно А если дворников нет? Ну, это уже другая ситуация Вот, Марат Касимович Вы, наверное, не помните старую такую песню А у нас во дворе есть девчонка одна Что? Я ее иногда и пою Среди местных подруг Неприметна она Я думаю, что это как раз про дворника И вот, кстати говоря, в газете «Заречи» К дню работника жилищно-коммунального хозяйства Была опубликована фотография Можно сказать Я не знаю, старейшую Дворника легенды Дворника легенды Вот подпись Членом семьи называл легендарный директор старта Михаил Проценко Дворника Клавдию Диякину Много лет она убирала территорию возле его дома И сейчас она продолжает убирать эту территорию А много ли вот таких дворников? И второй вопрос Молодежь-то вообще Связывает свое будущее с такой профессией Или нет? К счастью А может быть даже в некоторой степени К сожалению, таких дворников много К счастью, потому что Они преданы своей работе Преданы предприятию За что хочется сказать большое спасибо Хоть я работаю здесь недолго Но я уже пропитался духом предприятия И смотря на них Они меня как-то еще больше мотивируют для работы А сожалению Потому что Правильно сказали Молодежь-то не идет Очень мало Людей, которые хотят идти работать дворником Давайте это прямо, честно признаем И эта проблема встанет перед нами Когда произойдет смена поколений И проблема встанет очень остро Как вы готовитесь к этой ситуации? Кадровые службы наши Конечно же Мы работаем с центрами занятости И пытаемся как-то старших домов Это уже И люди, которые давно живут Знают свой двор Которые переживают за свой двор Их как-то привлечь Но это бы опять ставку на ветеранов На пенсионеров Которые будут не работать А подрабатывать Подрабатывать А нет ли какой-то специальной техники уборочной Может быть Вот, кстати говоря Нам надо не сто дворников А двадцать машин Хочу поддержать Владимира Это вопрос не к вам Это Улицы убирает КБУ Вот я, идя сегодня на передачу Наблюдал на улице Ленина Такую картину Идет новенький экскаватор Который купили Только что Только что, только что, да Идет Еле-еле едет Мотор не выключает То есть соляночку жжет Ковш опущен И лопатами в него В ковшик ему накидывают листья Как накидали полный ковшик Он подъезжает Зелок Он к нему хлоп Ну, собственно говоря Ведь не в этом же Техническое оснащение Если мы так будем использовать технику Дорогущую А вот есть какая-то ли действительно техника для дворников Которую можно купить Которую вы, может быть, хотите купить В этом направлении работаете? В этом направлении стараемся работать Но давайте немножко различать Магистральные дороги, да? Общего накидания И зато мы понимаем Да, и внутриквартальные дороги Конечно, конечно И сам подход к подъезду Пока, кроме ручного труда Кроме ручного труда Очень тяжело себе И мировой опыт об этом говорит Очень тяжело себе представить Да, есть снегоуборочная машина Которая у нас есть Маленькие такие, да? Да Ну, они маленькие У нас на них работают плотники Дворники Женщины пожилого возраста в основном С ними не справляются С ними не справляются, да Допустим, плотники, чистые бельевушки Бельевушки, малая форма Внутриквартальные дороги Да Песок Очень тяжело лопатами перекидать Да, мы запрашиваем технику КБУ И КБУ нам помогает в этом То есть щетки Двор метется А чтобы глобально Подойти и сказать Что вот там Мы придумали какую-то технику Которая заменит нам полностью дворников Пока Такого нет вообще в мире нигде, что ли? Еще раз задают этот вопрос В мире В связи с загруженностью я Очень редко бываю В остальном Ну, можно посмотреть За границу не ездите, да? Да, но в интернете пока я подобного не видел Хотя и на поисковых сайтах На поисковиках на всех Но пока То есть пока только-только ручная труда Да Но это я отмечу еще раз Что это подходы к домам Дорожки, да Ну, вот такой вопрос Всегда эффективно Когда дворник убирает территорию За которую ему платит частник Вот у магазинов У офисов Если налить дворника Но он старается вычистить Вылизать просто-напросто, да? У него есть там Ну, пусть не техника Метлы Все, он это делает Во дворах Работа дворников оплативается за счет чего? Это оплачивается за счет тарифа На содержание жилья То есть у нас есть тариф 10.56 За квадратный метр Да За содержание жилья Этот тариф подразделен Скажем так На несколько составляющих Это сантехническое обслуживание Это дворник Это уборщик мусоропроводов Где есть Это плотники То есть строительно-несущие конструкции Да, это оплачивается за содержание жилья Но поймите Территория многоквартирного дома Иногда намного больше Намного больше То есть дворник что должен убрать? Дворник должен убрать перед домом Перед подъездом И прилегающую к дому территорию Но территория Если мы берем Это овраг может быть там какой-то Или большой участок И это конечно очень тяжело И это как бы В некоторых местах Это бывают и муниципальные земли Но мы не отказываемся Но понятно, что Это только время Это вопрос времени Надо убираться Да? Марат Касимович То есть вот Взаимоотношения между Управляющей организацией И жильцами дома Они определяются договором обслуживания Абсолютно верно Договором управления Договором управления Да Вот если в этом договоре управления С каждой квартиры Я не знаю По рублю лишнему В месяц будет браться На то, чтобы дворник Делал что-то сверх того Что положено в договоре управления Наверное Я думаю, что вот Многие жители Когда смотрят Говорят А, у нас здесь мусор вот Они может быть даже не представляют По договору управления Вот именно этот мусор Должен убираться Или не должен дворникам Вот это вообще возможно? Понимаете Для того, чтобы было чище В наших дворах Абсолютно верно Но, к сожалению Сколько бы мы не предпринимали попыток таких Прийти в дом Рассказать Переголосовать И увеличить тариф Мягко говоря Мы получали отказ Потому что Люди считают Что мы и так много платим Мы и так много платим И они должны за эти деньги убираться А А мы за эти деньги должны мусорить Ну это немножко другая ситуация А много это сколько? Вот реально Это сколько? С квадратного метра жилья Вот дворнику конкретно Дворник Получает рубль и семь Рубль семь копеек Да А территории какие бывают? До гектара? Да Да И он должен каждый день? Абсолютно верно Каждый день поддерживать Поддерживать чистоту Поддерживать чистоту Пробирать крупный мусор И сейчас мы уже Сейчас заставляем Идем на то, чтобы Подграбили Практически Там 80% дворов Вычищены подграбли Но Я хочу сказать Что это делают не только дворники Сейчас это делают И штукатуры Маляры И плотники Где-то сантехники Где-то уборщицы Практически Ну Техники-смотрители То есть это такой Общий коллективный труд Поэтому Объяснить Людям сказать, что Уважаемые жители Вот мы хотим Можем убираться лучше Это будет стоить дороже Но это будет стоить дороже Очень мало Найду Я боюсь соратников Пусть это будет Дороже У нас 27 апреля И 18 мая Субботники Это у нас и сегодня Субботник И в следующую субботу 20-го Тоже будет субботник Когда происходят Субботники И вы призываете Жителей Скажем Выйти Помочь Убрать с вами Наварьем Они иногда Знаете, как говорят А мы выйдем А хватит ли метил Лопат Носилок Перчаток Еще чего-то Хватит ли на всех Желающих Вот 27 апреля Выйти в день Общегородского субботника Метел Инвентаря Всего Перчаток Всего хватит Это мы всем обеспечим Вопрос только В желании В желании работать В желании помочь В понимании того Что Я Собственник помещения И не только помещения Того Участка Где я живу Квартиры Но и лестничные площадки Но и все прилегающие К дому территории И я как собственник Если мне это Если я хочу Чистого двора Я должен сам тоже Как-то в этом поучаствовать Вот я хочу Поддержать Нам надо на этом Как раз и заканчивать Заречный Это закрытое Административно-территорийное Образование Чужие тут не ходят Здесь у нас не мусорим Мусорим мы сами Поэтому если мы намусорили Давайте хотя бы в дни Субботников Поможем Работникам ЖСКХ Работникам КБУ Убрать этот мусор Ну мы раз от раза Возвращаемся К эффективному собственнику На самом деле Наша собственность Это не только квартира Но и наш двор Это наш двор Это наш двор И давайте сделаем так Чтобы там было чисто Вместе С коммунальщиками Спасибо Спасибо Ну что ж Наша традиционная рубрика Финальная Бантик Твоя любимая тема Символы, логотипы, эмблемы Заречного Памятник пропуску Как ты к этому относишься? Ну что Здорово 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 История История Давай посмотрим сюжет Идея создания памятника пропуску Родилась в клубе Стратегического развития Около года назад Его участники посчитали Что в какой-то степени Документ для входа в город Можно считать Символом Заречного А его увековечение будет еще одним шагом на пути к созданию собственного, неповторимого образа нашего города И вот недавно задумку стали воплощать в реальность Правда с оговоркой Памятник это слишком уж монументально Скорее арт-объект Пропуск Нашелся человек Нашелся человек Нашелся человек Который Заинтересовался Вот этим проектом И Сказал, что Хочет его профинансировать Этот человек Обратился к пензенскому архитектору Вот На сегодняшний день Готов Готов Как бы Эскизный проект И насколько я знаю Этот архитектор уже приступил к изготовлению Автором проекта стал пензенский скульптор Герман Феоктистов Мастер предпочитает работать с металлом Зареченцем скульптор знаком по нескольким персональным выставкам бронзовых миниатюр В том же формате он подготовил эскиз пропуска А вот отольет его в масштабе скульптор Валерий Кузнецов Как именно будет выглядеть пропуск пока тайна Горожане строят догадки Как пропуск, но только покрасивее, наверное Затрудняюсь на это ответить Мало ли Не знаю даже как Те, кто видел эскиз, тоже хранят молчание Иначе, говорят, не получится сюрприза Известно ли, что от других памятников и скульптур Заречного Арт-объект пропуск будет отличаться кардинально Я видел вчера только часть Часть композиции Поскольку она состоит из нескольких элементов Но самую интересную часть Я вчера уже видел Она изготовлена в натуральную величину И в конце апреля Ее начнут отливать бронзе Это именно ироничный, юмористический сюжет Чтобы люди смотрели и улыбались Чтобы люди смотрели, чтобы им поднимало настроение Таких объектов, между прочим, сейчас в Европе достаточно очень много Я знаю, в Перми там есть памятник сантехнику Вот из колодца Вылазит сантехник Вот с ключом, с гаечным Все ходят, значит, смотрят и улыбаются Необычные скульптуры есть и в разных городах России Даже в небольших У вековечена сантехник Семенович Студенческая зачетка Крокодил Гена Буква Ё Чижик Пыжик Табурет Сырок Дружба Столовая Вилка Ряд можно продолжить до бесконечности Кстати, один из наших собственных неофициальных символов Лось Тоже уже стоит в Заречном Так почему бы и не пропуск? Ну что, я не знаю, будут ли Заречницы возлагать цветы к памятнику пропуску Но в этом, конечно, нет необходимости Но, тем не менее, история, она есть и история Поэтому относиться надо к всему серьезно, но с определенной точкой юмора Спасибо, что смотрели нас Всего доброго Всего доброго Продолжение следует...